Главой сельского поселения Молоковское по итогам выборов 8 сентября избран Эдуард Арадушкин. Избран и новый состав депутатского корпуса. Как строится работа нового состава администрации в материале нашего корреспондента Людмилы Медведевой. Эдуард Арадушкин около 8 лет руководил картонажно-полиграфической фабрикой в селе Молково. Имеет два высших образования. Знания и опыт помогают новому главе строить работу администрации в духе времени. Имидж власти должен быть другим, я считаю, абсолютно здесь. И мне хочется его сделать другим и более высоким. Мы открыты к населению и с таких позиций мы будем исходить в дальнейшем. В ближайшее время администрации предстоит большая работа по бюджету поселения, который впервые принимается сразу на три года. С одной рабочей группой по бюджету работаем. Информация анализируется с мест, с поселений со всех, где необходимо решать первоочередные задачи, бюджет программный. У сельского поселения большие перспективы развития. Здесь возводится жилищный комплекс «Ново Молково» с детскими садами, школой, рассчитанной на 825 учащихся, стадионом, торговым комплексом. В плане застройки предусмотрена и новая дорога, которая разгрузит старую. Это наша перспектива, ближайшая перспектива, о которой мы сказали замечательно. Но, несмотря на это, мы живем сегодняшним днем. И есть бюджет, есть в данном случае у нас экономия бюджета. И вот на те сэкономленные деньги мы смотрим опять же на социальные объекты. Одним из таких объектов является Молоковская больница. Подходы к ней были в плачевном состоянии. Сейчас здесь на стадии завершения строительства тротуаров, вплоть до детского сада «Василек». Мы думаем, что администрация повернется лицом к нам, к населению. Учтутся все наши пожелания, что уже началась делаться дорожка пешеходная. Я думаю, что она продлится. Мы хотели бы, чтобы она продлилась до самой школы, чтобы детям было удобнее ходить не по дороге, где ездит машина, а по тротуарной дорожке. И думаем, что все это будет к лучшему с новым главой. Мы желаем ему удачи. И еще одна проблема с тротуарами решена в селе Молоково. Здесь в данном случае была всегда огромная лужа стояла, невозможность перейти. А это самые многоэтажные жилые дома. И здесь была проблема большая для жителей. А всего лишь нужно было найти немного денег в бюджете, чуть-чуть подумать, как это сделать, и воплотить в жизнь. Что мы и сделали. Мы настолько благодарны сейчас от всех, и жителей, и учителя, особенно ученики. Мы хотя бы можем сейчас ходить в нарядных нормальной обуви. Достопримечательность Молокова – храм в честь Казанской иконы Божьей Матери, 200-летие которого будет широко отмечаться в поселении. К этой дате храм был отреставрирован. Сегодня заложены два храма в деревне Андреевская, Андрея Первоздванного. Значит, в деревне Месайлова храм заложен. И сейчас проектируем храмы в деревне Богданиха. Это вот дополнительные храмы, которые в нашем поселении. Мы это возрождаем, выделяем земельные участки под это и идем вместе с благочением. Много и других планов у администрации в социальной сфере. И уже в этом году, в день празднования Дня пожилого человека, люди старшего поколения услышали не только слова благодарности за труд, но и получили замечательные вкусные подарки. Людмила Медведева и я, Адамия, Наталья Буслаева, Видное ТВ.